сегодня мы приехали туристическую зону чонмун будем обследовать этот район район это дорогих отелей для наверно не бедных людей но мы пройдем постараемся по максимуму пройти по красивым достойным местам а что получится из этого будем смотреть дальше пошли нравится вот это вот статуя вы можете сделать здесь такой замечательный снимок да как мы видим что одно место тут совсем прям аж блестит видать пользуется популярностью все таки у отдыхающих я так думаю да а мы по-прежнему идем по южному побережью острова чеджу смотрите какая замечательная здесь растительность вот такие вот кактусы вау сделаны дорожки для прогулки подышать морским воздухом потому как видите там вот совсем рядом море и эта дорожка идет вдоль моря нравится вам здесь во мне так очень а вот что будет дальше смотрите не переключайтесь дальше будет очень интересно так приближаемся вот она вот она красота уже блин к близко порывистый ветер остатки урагана но это наоборот придает пейзажу такую красочность сейчас они откроются нам во всей красе секундочку терпения два три опана вот она эта красота за которой мы шли сюда обращаюсь жителям приморья вот посмотрите вам что-то это напоминает если кто-то где-то был вот скажите где есть похожие места приморском крае как вам не стихка так мне нужна помощь знающих людей нашел здесь такое дерево видите вот что это фрукт это что это они твердые не пахнут вот видите что это такое вот для мне очень интересно пожалуйста помогите мне разобраться с этим музеем Тедди! Музеем! Тедди! Музеем! Музеем! Тедди! Бер! Бер! Тедди-бер! Тедди-бер! Спасибо! Спасибо! Пользуемся карточкой Тимани. Здесь очень много музеев. Как и музей Окино, музей Медвежонка Тедди. И очень-очень-очень много всего. Сегодня мы постараемся посетить один такой музей. Посмотрите, как мило. Такие смешные. Да? Это, наверное, герои мультиков, любимых корейских людей, детишек. Вот такие здания тут, цветы. На дороге очень мало машин. Очень будет удобно для тех, кто берет авто на прокат. Кататься здесь одно удовольствие. Опробовано на себе. А мы идем в музей Медвежонка Тедди. Сдалека видно вот такую стеклянную башню для тех, кто первый раз будет в этом районе. Очень хороший ориентир. Пойдемте вовнутрь. А что мы тут видим? А видим мы тут медвежат Тедди. О, ну детям, конечно. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Если честно, то я не в теме. Я, конечно, знаю, кто это такое. Что это за персонаж. Но чтобы быть фанатом, конечно же, нет. Все это снимаю только для вас. Я думаю, вы оцените это. Если понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал Саша Орлова & Co. Саша, тебе большой, огромный привет. Из музея Медвежонка Тедди. Окей, спасибо. Да, ну тут, по-моему, на любой вкус цвет. Это рай не только детский. Я смотрю, тут и тинейджеры, и взрослые ходят с большим удовольствием, рассматривают этих медвежат. А сейчас я хочу вам показать изюминку этой выставки. Этот медвежонок Тедди стоит на минуточку... Ба-бам! Один миллион долларов! Как вам ценничек? А знаете почему? Сейчас я прочитал в брошюрке. Вот в глазах. Смотрите. У него в одних только глазах 125 карат чистейшего бриллианта. Видите бриллиантики? На 125 карат. Ну понятно, цепочка золотая, медальончик, на котором написано сколько карат он на себе несет. Вот так вот. Вот она, изюминка на этом торте. Так, Эдуард присмотрел тут подарочек. Вот такой вот медведь. Очень даже симпатичный. Сколько он стоит? 12 тысяч вон. 12 тысяч вон. Очень нормальная. Да. Цена хорошая. Да, 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 да. Очень даже... Берем? Берем, берем. А я выбрал вот такой вот подарочек для Саши Орловой. Александра. Ну вот твой медвежонок, Тедди. Ну такого вы, наверное, еще точно не видели. Как вам? На нем даже происходят какие-то ремонтные работы. Тут ребята его и красят, и что-то там ремонтируют. Даже сварщик вон работает. Молодцы, молодцы. И... Он и головой крутит. А и полностью он выполнен, я так понимаю, или из дерева, Ой. Не, не дерево. Имитация. Ну вот. Я думаю, что вам этот музей понравился. Как и мне. Особенно изюминка. 125 карат чистого бриллианта. Так, вот здесь можно провести вот такую фотосессию замечательную. Девочки вон балдеют. Hello. Ну все, поехали дальше. Напротив, видите, стеклянная башня. Это музей Медвежонка Тедди. Только что мы были там. Переходим улицу по пешеходному переходу. И сразу напротив находится музей Рипли. Так называемый верю или не верю. Сейчас мы покупаем билеты, заходим и смотрим. И будем верить, либо не верить. Пойдемте проверим, что это такое. На входе нас встречают вот такие вот веселые музыканты. Play Trio Band. Оказалось, как называется. Так, тут мы покупаем билеты. Билеты стоят 12 тысяч вон. Порядка 700 рублей. Так, сейчас подойдет наша очередь. Надо еще в очередь отстоять. Hello. One person. Yes. Почему называется музей Рипли? Потому что был такой фотохудожник в газете. Он путешествовал по всему миру. По всей вероятности это он. И привозил с собой всякие такие замечательные вещи. И потом со временем их накопилось большое количество. И он открыл вот такие вот музеи по всему миру. Мне определенно понравился вот этот байк. Сделаны тут точные копии людей, которые были раньше жили. Удивительные тоже. А это я вот прочитал. Был датский астроном с золотым носом. И жил он в 1546-1602 году. Ну так вот. Вот такого ребеночка я сам лично в Китае видел. Это люди с удивительными ногтями. Мне это лично не нравится. Чудного человечка показывали по телевизору. Он очень такой добрый. Замечательный. А это вот то самое лицо, когда ты приезжаешь из отпуска. А сзади фотография натуральная. Был такой человек жил. А может и сейчас живет, не знаю. Посмотрите, что тут есть на выставке. Этот спорткар был сделан в 1971 году. Из 10 тысяч английских монет. Каждая из которых 24 карата золота. Вы представляете себе? Вау. Сейчас я покажу все это вблизи. Как это все сделали. Ух ты. Конечно удивительно. Почему нет. Вот так это выглядит. Замечательно. Вот это кабриолет. Что скажете по этому вопросу? Он весь, весь полностью зачеканен. Монетами. Он обклеен так сказать. Клево. И номер есть. К вам автомобильчик. Автомобиль карета я бы сказал. А это, я знаю, это самый высокий человек в мире. Его рост был 2 метра 70 сантиметров. Переходим в другую галерею. Господи, я испугался. Посмотри. Он еще и фотографирует. Я думал это настоящий. А фотографирует он эту прекрасную леди. Так. Кто много ест, подумайте. Мы хотим быть такими? Нет? Делайте выводы. Я таких женщин видел вживую. Это племя Карем. С ними даже фоткался. Шеи у них действительно вот такие длинные. В какой-то мере очень жалко, конечно, их. Особенно детей. В Африке есть племя, у которых губы чем больше, тем они красивее. Ну, у каждого свои приколы. Смотрите, они нас не видят. Так сделано зеркало, что люди там делают рожечки, но они нас не видят. Почему девчонки смеялись сейчас? А почему верю, не верю? Наверное, тут представлены такие факты, которые можно поверить, а можно не поверить. Как вот, например, вот такие вот люди, которые что-то делают. Это все настоящие поднятики, фотографии. Не знали, кто это? Джон Леннон. Вот из чего-то он сделан, выткали его так как-то. Они что-то их связали, что ли. Кто-то вот умеется в бутылки засовывать такие интересные странные вещи. Ага. А это страусиные яйца. Вот посмотрите, как вырезаны они. Ну да, круто, конечно. Как вы думаете, кто это? Кто нашел? Кто знает, напишите, как зовут этого робота. Вот такой двигатель я увидел на выставке. Для знатоков английского языка показываю табличку. Прочитайте, пожалуйста, и переведите. Расскажите нам всем, что это за двигатель, для чего он и кто изобрел. Заранее благодарю. Сейчас я залезу вот в этот фут. Не знаю, что здесь. Что за галактика? Ох, стой. Ааа. Тут просто много вот этих. Зеркал, да? Много. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Мальчик удивлен. Да, прикольно. Субтитры сделал DimaTorzok